Приветствую вас. Да, Лина, вы, к сожалению, некоторых вещей не понимаете. Я вам постараюсь сейчас эти вещи донести до вас, постараюсь донести до вас эти вещи. Вот. Надеюсь, что после этого вы станете несколько лучше понимать, что происходит. Итак, не поймут своего мужика, пишете вы. Вот здесь первый момент, что сама формулировка, то, что вы пишете не понимая своего мужика, уже говорит о том, что вы его в некоторой степени обесцениваете. Потому что мужик, именно мужик, не мужчина, а мужик. То есть это обесценивание человека. Да, он вам дорог, но очень хотелось бы понять, как именно он вам дорог. То есть, что именно у вас связывается с ценностью человека. Это первое. Вместе мы два года, семь месяцев живем вместе. Здесь тоже момент, Лина. Я не имею ничего против брака. Гражданского брака. Я не имею ничего против гражданского брака. Но, если люди не хотят создавать семью. То есть, вы вместе два года, семь месяцев вы живете вместе. Ну, это, мне кажется, достаточно такой приличный срок. Достаточно приличный срок. Если люди не хотят создавать семью, значит, в чем-то они сомневаются. Значит, между ними есть какой-то барьер. Тут нужно следовать, почему вы все вместе живете вместе, но семью до сих пор не созданы. Ну, дальше. Год назад уходило от него по причине наличия сайта знакомств в гаджете. Ну, здесь я вам скажу такую вещь, что с одной стороны, с одной стороны, я вас безусловно, вне всякого сомнения, понимаю, что вам это неприятно. Что, вот, у вашего мужчины, там есть сайт знакомств, в котором он сидит и прочее, 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 прочее. Я могу это понять. Но, с другой стороны, с другой стороны, ведь сайт знакомств это просто сайт знакомств. Это не, как бы, нереальные встречи. Это нереальные какие-то действия. Вы можете, вы можете это не принимать. Вы имеете право это не принимать. Но, но, если мужчина, если мужчина, вот, сайт знакомств, ну, как бы, пользуется, да, сайтами знакомств, то, вероятно, ему не хватает чего-то, ну, с вами, с вами ему чего-то не хватает. И, мне кажется, что он подумать об этом, подумать об этом, о том, что ему может не хватать с вами, ну, возможно, очень важная задача. То есть, не просто, да, вот, не просто, а, там, требовать от него, чтобы он, там, изменился, чтобы он, там, вел себя иначе, вел себя, а, по-другому и прочее, 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 прочее. Нет. Речь идет именно о том, речь идет именно о том, что, чтобы понять, почему он это делает, чтобы понять, чего ему не хватает, чтобы понять, что он хочет, что ему нужно, в чем он нуждается. У меня нет ощущения, у меня нет ощущения, что вы это делаете, у меня нет ощущения, что вы стремитесь к тому, чтобы понять своего мужчину, стремитесь раскрыть, да, он говорит, что мне скучно. Но, почему, почему, почему свою скуку он, значит, компенсирует вот таким способом, такими методами. Ведь у этого же тоже есть какие-то причины. И обещания здесь, именно вот обещания какие-то здесь не помогут. Потому что это просто обещание. Потому что это просто слова, он просто пообещает вам что-то, но потребность-то его останется. Потребность, потребность в том, чтобы это делать останется, эта потребность никак не реализуется. Когда он говорит, что больше так делать не будет, а что он получит взамен? Что он получит взамен такого, чтобы это больше не повторилось? Что вы делаете для того, чтобы это больше не повторилось? Кроме того, что предъявляются ему претензии. Дальше. Значит, писала одно и то же всем по порядку и армянкам, и женщинам до 38, причем многие даже не самые симпатичные. Я бы сказал, ну, совсем не симпатичные. Значит, мужчина это делает не в расчете на какое-то целевое поведение. Мужчина это делает всем без разбора, а значит, он этих женщин не воспринимает серьезно. Но вы, вы воспринимаете это именно так. Дальше. Так, по переписке видно еще и крыша течет. Она там королева, да ты меня не вытянешь и так далее. Не очень понял, что вы это имеете в виду. Переписка ни о чем. Но мне это оскорбило. В чем Лина это оскорбила? Вот, поисследуйте этот момент. Знаете, в чем вас это оскорбило? Чем вас это оскорбило? Понимаете? Если вы хотите быть с этим мужчиной дальше, то нужно разобраться с тем, почему вас оскорбляет тот, он пишет женщинам даже не самым симпатичным, как вы говорите. Ну вот. Быть может, вы сравниваете себя с ними, с этими женщинами. Быть может, даже не самая симпатичная женщина вызывает у вас ощущение, ну, такого неуюта какого-то, типа, что вот, он там пишет вот ей, да, типа, а вдруг он, там, например, считает, что она лучше, а не я, да? То есть, с чем оскорбило вас? Дальше. Думаю, зачем мне мужик, который нет, чтобы в нужное русло энергию пустить, он занимается фигней. Но, опять же, здесь у вас некая родительская позиция. Что значит, зачем мне мужик? То есть, помимо того, что мужик, это изначально обесценивающая история. Во-вторых, что значит, зачем? Человек, это, человек, это ценность определенная. Вы, если, как бы, видите, что человек поступает как-то, ну, нужно выяснить, нужно преследовать, нужно попытаться понять. А не обесценивать то, что он делает, либо, то, что для вас фигня, для него может быть важной, для него это важно, раз он это делает. Дальше. Значит, сфоткала ему то, что знаю, собрала вещи и ушла. А как вообще вы, вот, к его телефону доступ имеете? То есть, вот этот момент. Важный. Дальше. Значит, так, забыла, вот вы пишите, да, еще хочу сказать. Нет, чтобы в нужное русло энергию пустить. Кто определяет нужное русло? Вы? Мужины определяют? Почему вы считаете себя вправе, как бы, вот, рассуждать о том, в какое русло нужно направить энергию, ему свою? То есть, получается, что у вас есть некий образ мужчины, который, который, под который вы пытаетесь подстроить своего мужчину. В том, что у вас есть образ мужчины, ничего плохого нет. В том, что вы реального человека пытаетесь под этот образ построить, ну, это уже родительская позиция и перемежающаяся с детской. Дальше. Так, заблокировала сразу детство, все некоторое время помирились. А как помирились? К чему пришли? Что решили? Какие решения выработали? Не понятно. Ну, вот, снова живем вместе, он пообещал мне, что больше не повторится. Он пообещал вам, что больше не повторится. А взамен-то что, Лина? Вот ключевой момент, что взамен? Что не повторится, это понятно. Не повторится, не повторится. Хорошо. Не повторится. Уговорил. А взамен-то что? Вот этого будет не повторится. А что он получит? Ведь желание-то есть. Попредность, смотрите, ну, в том, чтобы делать это, она же осталась, эта потребность. Так и вот как? И вот как вот? Как с этим быть? Как с этим взаимодействовать? Понимаете? Какая штука. То есть, вот на мой взгляд, на мой взгляд, этот момент, он абсолютно без какого-то внимания с вашей стороны остается. А это, еще раз повторю, достаточно, ну, достаточно серьезно человека обесценивает. Может быть, мужчина и искренне говорит вам о том, что он готов перестать это делать, но он испытывает определенные желания и простое обещание, простые обещания того, что он не будет больше это делать, абсолютно ничего не значит. Знаете, какая штука? Вы же им верите, этим простым обещаниям. И вопрос, который у меня к вам имеет место быть, заключается только в том, почему, почему вы верите этому? Знаете, какая штука? То есть, опять же, вы, такое впечатление, да, что не готовы принимать человека, вот, принимать его желания, да, его потребности, его особенности какие-то. вот. Здесь, наверное, уместно было бы сказать, что важную роль играет история, с которой вот все это началось, да, то есть, вот, ну, просто, почему это началось, в каком моменте это началось, когда это началось, вот это тоже очень важный момент, очень важная история, понимаете, какая штука, ну, потому что, как бы здесь, вот, тонкость, в этом, в том числе, в том числе. Дальше, так, значит, пообещал мне больше столица, сказала, просто скучно, и это ничего не значит, может, ты ее видела, да, да я с ней никогда, о, и что вы думаете, снова началось, и это нормально, потому что изначальная потребность не удовлетворена, поехал домой, в отпуск, и опять на сайте пришел, знаю, где смотреть историю действий в телефоне, опять же, почему вы это делаете, у вас нет доверия друг к другу, раз вы так делаете, вы нарушаете личные границы человека, я вас не обвиняю, но просто, вами тоже, вами тоже что-то, что-то движет, и желательно, желательно бы понять, что именно вами движет, что именно вами движет, это очень важная история. Дальше, так, значит, я уже смотрю на него в недоумении, говорю, дурак или как, ну вы видите, да, то есть, обесцениваете его желанно. Я ему говорю, мне не нравится, чем не нравится, то есть, ну, просто чем не нравится, что конкретнее, более конкретнее вы чувствуете, более конкретное чувство здесь нужно поискать. Ну вот, он отвечает, понял, прости, все, никакой вины не чувствует, а должен, почему вы считаете, что он должен чувствовать вину, то есть, какая-то манипуляция у вас, если какое-то желание манипулировать им, никаких цветочков. Опять же, здесь ожидания человека. Я хочу сказать, что у вас могут быть ожидания, в самих ожиданиях ничего плохого нет, но вопрос заключается в том, может ли человек, может ли человек ваши ожидания оправдать. Совершенно очевидно, что, ну, мужчина, он, как бы, ну, он не очень, как бы, оправдывает ваши ожидания, а вы почему-то от него этих вещей ждете. Ждете снова, снова и снова, как бы. И вот это, на мой взгляд, очень важно, на мой взгляд, очень важно, на мой взгляд, понять это, почему вы ждете снова и снова того, что человек вам не делает, того, что человек не дает, да, и, по сути, вы не, ну, не берете ответственность на себя за свои желания здесь. Опять же, вот. Я не хочу, опять же, я вас ни в чем не обвиняю, я не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. Обвинения нет. Просто речь идет именно о том, именно о том, что вы ведете себя определенным образом так, что дискредитируете себя. Просто вот, эээ, просто, эээ, ну, как бы, эээ, саму себя вы дискредитируете. Вот. Эээ, так, дальше идем. Так, эээ, одну вещь прости больше не буду. Я ему говорю, все, баста, ты же свободен, он им так пищит, вот и свободен. Все равно. Ну, тут просто, просто, эээ, ссору приводите, история своей ссоры. Ну, то есть, это абсолютно не, ну, не материал для анализа, потому что, эээ, ссоры, эээ, интроверсивные, эээ, чувства, интроверсивные, инверсивные, точнее, чувства, инверсивные, эээ, желания, да, то есть, все это, по сути, как будем, обращенное вовнутрь получается. Вот. Ээээ, значит, он говорит, фигню не десни, не выдумывай, это бред, не отвечаю, через два-три часа, ничего не бывало, что делаешь, Линочка, почему не отвечаешь, доброе утро и так далее. Человек просто не придает, не придает этому значения. Человек это просто значение не придает. Для него это неважно, он же сладок, вот, какая штука, какая штука. Он, эээ, также, очевидно, не придает значения и тому, насколько это, эээ, важно для вас. То есть, насколько вот для вас, например, болезненно то, что он делает. И тут история такая, что вы до него этот момент не донесли. То есть, вы не донесли, возможно, до него, чем конкретно вас оскорбляет то, что, эээ, ну, то, что происходит. Понимаете? Какая штука. И опять же, опять же, это не обвинение, это не обвинение вас. Я не хочу вас ни в чем обвинять. Я просто говорю о том, что, ну, есть, вот, есть некоторые основания, по которым он так себя ведет. И по которым он не воспринимает всерьез то, что вы ему говорите. Вот. Понимаете? То есть, тут либо идет, эээ, разрыв в определенных чувствах. Ну, что он относится к вам не так, как вы относитесь к нему. Либо он не осознает, насколько для вас это болезненно, к примеру. Либо, эээ, просто понимает, что по-другому желание свое он не реализует. Либо он не понимает, эээ, просто, что именно чувствуете вы и ощущает, эээ, вас, например, более сильный, эээ, ну, ощущает, что вы более сильный, чем вы есть на самом деле, по сути. Вот. Так. Эээ, дальше. Я тут готова вещи его в окно выбрасывать, а он вот так вот. Ну, опять же, это разница восприятия. Это нежелание нести ответственность за именно свои чувства. Вот. И это отсутствие между вами взаимопонимания и доверия. В первую очередь доверие, а во вторую очередь принятие. Вот. Ну, можно и поменять местами эту историю. То есть, в первую очередь принятие, во вторую очередь доверие. Вот там, что началось, наверное, с того, что вы почувствовали какое-то отдаление от него. При том, что вы почувствовали его отдаление от вас. Вот. При том, что он даже не пытается, судя по тому, что вы говорите, он не пытается скрыть, эээ, вот, то, что делает. Иначе бы он, ну, как-то, очевидно, постарался бы сделать, постарался бы это сделать. Вот. То есть, это, вот, эээ, тоже, на мой взгляд, такой достаточно, ну, важный, важный момент, эээ, мне представляется, это важный момент. Эээ, конечно же, он дорог, эээ, мне как? Давайте более подробно раскроем это, что значит, что он вам дорог. Нам хорошо вместе. Ну, опять же, это некое такое субъективное переживание, которое нужно больше раскрыть, ну, в большей степени раскрыть. Но, что это за поведение? Я, я что-то не понимаю. Ну, соответственно, эээ, я вам, я вам на это ответ. Ответ вам на это, видишь? Вот так, эээ, значит, эээ, психологи советов-советов, эээ, не дают. Так что, эээ, на мой взгляд, эээ, на мой взгляд, эээ, тут нужно не, не, ээээ, советы давать вам, а работать, может быть, эээ, с вами, например, ээээ, двумя можно работать. А, можно работать с вами по очередь, по очередь, по очереди. То есть, тут вот, как у вас, эээ, ну, как у вас, эээ, есть, как у вас будет, эээ, желание. То есть, вот, ну, вот, куда будет желание, эээ, в то, в то направление и двигаться, двигаться. Потому что, и с вашей стороны есть определенные моменты. Вот. И, эээ, с его стороны, ээээ, тоже, эээ, есть определенные моменты. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если он понравился, вам буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.